итак прежде чем пробежаться по настройкам ну давайте пробежимся потом еще допишем указали да чтобы можно было русский import os одинаково 16 одинаково 2 база дир то есть где находится одинаково во всех версиях жанга секрет кей во всех версиях дебук дебаг равно истина немножко поменялось допустим джанга 2 джанга 2 одна настройка только дебаг на а здесь у нас дебака и темпла темплей дебака но темплей дебак было убрано в будущих версиях джанга а ловит хост во всех версиях джанга одинаковая в принципе для проекта который разрабатывается нам надо поставить сюда звездочку на сервере такое делать ни в коем случае нельзя на сервере здесь указывается конкретно разрешенные хосты например cpb-tut.ru при этом очень важно указать все хосты ребята это надо запомнить сейчас они потом искать ошибки то есть cpb-tut.ru это не то же самое что www.cpb-tut.ru то есть все что доступно для вашего сайта указан в виде списка ввв отдельно а где тогда сайт будет открываться и просто иначе если не указать в эту будет выдавать ошибку для разработки это не важно поэтому мы просто ставим строку и все хосты разрешаем все хосты далее инста инсталит а то есть включает это во всех версиях джанга одинаковая настройка включает библиотеки работа с админкой работа с авторизацией типы контента во всех версиях джанга сессии фриворк сообщений статические файлы то есть эти библиотеки давайте посмотрим что в два включено по сути дела те же библиотеки то есть это внутренние либо библиотеки либо контент типус это фреймворк такой же только внутри джанга но это надо для более сложных вещей которые мы будем рассматривать в школе медверы класса это настройка слоя что такое надо понимать медверы класса ну смотрите вот как это происходит вот пользователь открыл страницу в тот момент когда он открыл страницу и срабатывает медверы класса то есть промежуточный слой пользователь еще ничего не сделал если он переходит на какую-то ссылку и медверы класса с перехватывает ну например там нечто применить ну что тут можно сессии да то есть это промежуточный слой со временем научитесь root он комф это перевод настройка которая указывает на главный url файл проекта вот он сейчас url и 2 он тоже одинаковый дата база ну в версии 2 уже показываем айс и кэль в основном потому что давно с эколайт я не работаю но вам начать вот так и оставляем грубо говоря настройка создастся как вы уже поняли в фале проекта далее не помню в 16 это устранено было здесь просто вот после 18 точно можно ставить ru ru и будет перевод на русский тех сейчас попробуем ну давайте потом попробуем вы сами даже попробовать поэтому я пока отгоняю чтоб не путать это мелочи далее часовые пояса и все прочее это все во всех версиях одинаково и так статик url у нас был то есть статический url по которому открывать статические файлы кстати крут мы указали нам еще надо обязательно для начала в любых проектах две настройки все равно они надо это первая настройка медиа url то есть вот пользователь будет загружать там фотки ну разное то что вы будете прописывать вот это все будет складываться в папку медиа для того чтобы просматривать картинку юрл нужен поэтому и надо нам такая настройка как медиа юрл и обратите внимание что юрл всегда два слэша то есть мы так и назовем юрл будет у нас медиа назначен ой не тот слэш поставил так новую клавиатуру купил и сейчас соображаю где здесь этот палочка в другом месте слышь то есть медиа url то есть это по медиа авто еще одну настройку которую сразу надо указать в любом проекте это настройка медиа рут папка складывание медиа файлов как и статики надо же куда-то его складывать поэтому здесь мы тоже выбиваем по умолчанию оперативная ориентироваться по оперативной системы по пути join грубо говоря действовать по ситуации даже ук дальше указываем также сначала переменную который указывает на путь и далее указываем просто как строку папку медиа медиа называться медиа папку она автоматом не создаст поэтому сразу в проекте создаем директорию которую называем медиа сюда и будут складываться разные фотографии пользователь называть можно как угодно хоть вася ну не знаю как то вот медиа привычно потому что медиа рут медиа url поняли какую еще настройку следует добавить в при запуске проекта уже буду копировать потому что чтоб экономить время следующую настройку обязательно надо указывать стать файлы здесь не обязательно она вам понадобится давайте мы сейчас откроем документацию джанга я просто сам уже с 16 не все помню поэтому внизу есть full сеттинг только здесь с двойки переправляем 16 и переходим так на 16 я не нашел сейчас документации значит надо на сайте искать где-то немножко другом месте документация 1.7 1.6 я уже даже не вижу но в 1.7 та же настройка точно будет поэтому пока открою 1.7 и мне надо настройка посмотреть в таких файлах дирс она тут должна быть так я пока выключу да точно есть вот она статик файл дирс то есть то есть в 1.7 то есть 1.6 все есть действительно есть значится сюда пока это я комментирую сюда будут указываться папки которые мы будем считать тоже статическими то есть которые будут после указания в этой настройке перемещаться в папку статик грубо говоря что это значит создали мы проект создали в проекте папку статик которую будем заложим несколько картинок поместим эту папку сюда и после команды колик статик то есть собрание статических файлов она автоматом переместиться в общую папку статик вот для этого такая вот хитрая вещь чтобы быстро работала следующая настройку которую обязательно надо добавить в любом проекте независимо это 1.6 1.8 джанга 2 и джанга там какая это статик файл с finders вот она есть она есть везде поэтому мы обязательно добавляем эту настройку сейчас я покажу как она выглядит эта настройка называется так по сути дела ее добавили и забыли это две утилиты которые знают как и где выискать откопать найти подобраться к статическим файлам чтобы это работало все стабильно все вот с этих настроек начинаются такие вещи дальше темплей диз то есть то что считать за темплей по сути дела на сервере папка темплейс не создается по чарам ее создает сама что говорит эта настройка за основу считать любую папку с названием темплейс куда будем хранить шаблоны как правило на сервере надо к любым приложением добавлять прямой путь бывает вот у меня лично так поэтому хотя по сути дела задумано как что создали проект назвали папку темплейс это всегда надо взять привычку и джанга будет искать там шаблоны но просто когда мы создаем проект все таки лучше отдельно указать в этой же строке после запятой то есть сразу мы чтобы было делать так если это настройка в джанга 2 конечно есть с версии по моему 1.8 все это изменилось просто она переместилась но если вы работали со всеми версиями джанга то конечно вот 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 это вот сейчас джанга 2 открыто вот она та же только называется дирс и те же по моему с 1.8 сюда переместилась темплейс да убрали там настройку но опять это надо знать это надо знать джанга не тот фреймворк где можно игнорировать старые версии потому что много кода много примеров много библиотек все вот теперь мы готовы запустить команду значит команда миграции началась версии 1.6 для того просто говорю с 1 с версии 1.7 появилась команда мегрей то есть база джанга начала и создавать и удалять таблицы база данных до версии версии 1.7 надо было устанавливать тогда библиотеку соуч соуч это и есть миграции в современных версиях джанга просто ну это для истории говорю то есть она откуда-то не родилась эту библиотеку уже вот она соуч это до версии 1.6 включительно после версии 1.6 не надо это просто появилась команда мегрейт и миграты ну увидите потому что дальше мы все время работаем то есть джанга научилась и создавать и удалять таблицы а я уже даже не помню сейчас мы а вот в 1.6 было сон дб в 1.8 эта команда уже была убрана по моему в 1.9 все вот создалась таблица создаем и это все а а так уже не помню как здесь делаем так email адрес просто 1 1 3 3 4 3 6 а 3 4 3 6 собака все я вспомнил версиях позже 1.6 и тут наверно есть команда кривата супер 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 юзер раньше она спрашивала сразу создать учетные данные я ответил 2 до 3 4 пусть будет так квер 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 сусим фул вот появилась наша база данных то есть и появилась наша учетная запись запускаем наш проект просто нажимаем вот он вот версия попробуем зайти админ все зашли групп юзер давайте проверим работал ли тогда в 1.6 часовые пояса чтобы вернуться назад басик кошечка тут у меня комментирует подождите я закрою дверь так вот это мы скопируем потом далее вот так далее ru ru еще некоторые мелочи run браузер запустить сразу в браузере останавливаем сервер запускаем сервер сразу он запускается видите указали которую страницу админ да вот перевела на русский язык все тогда уже работало так ну все пользователь то есть проект запустили далее идем в школу это я написал для сайта вообще-то pro365.net для людей а далее идем в школу и занимаемся начинаем работать там с моделями и так далее и так далее в конце концов становимся программистом все начали программировать значит для начала обязательно добавлю во все видео такую вещь смотрите вы заходите на сайт spb-retout.ru так вот здесь если хотите стать программистом здесь я собрал некоторые полезные записи и сразу для людей скажу потому что многие где-то меня ругают но есть люди которые и в принципе это начало происходить не так давно школа работает с тринадцатого года а в семнадцатом году как-то вот люди начали присылать но вот это мне больше всего одно нравится да валерий иванович привет александр галанин москва два года назад человек носил телефоны да футболочки по магазинам сегодня работает программистом в банке поэтому он сказал уже почти восемь месяцев работаю все нравится не хвалюсь просто хотел сказать спасибо вам за работу мне очень помогли уроки я не пожалел что учился для меня они были хорошим стартом для самостоятельного изучения цель школы ребята это и есть чтобы поставить вас на ноги и вы могли спокойно дальше пойти значится в школе много что касается python jango начинается с spb-tut.ru вы заходите на сайт получить пожизненный доступ получаете пожизненный доступ я понимаю многие говорят ой у вас сайт в стиле там ну ребят вот ну мне так нравится я понимаю может быть это не современно когда-то доберусь если я сейчас займусь сайтом то я заброшу уроки вот поэтому ну доберусь я до сайта сделаю его более современным но для вас важно вы уже будете делать красивые сайты потому что к программированию сайт не относится ну никак там вот красивый некрасивый дело вкуса мне казалось тогда на тот момент что это будет правильно понимаешь надо где-то переделать поэтому моя главная задача донести вам суть научить вас программировать это у меня получается сайтом я займусь мы рассматриваем далее на других сайтах как делать социальные сети как раз у меня сейчас в социале открыть проект где мы разрабатываем моду социальной сети где будет контент потом все это можно менять и по сути дела сделать социальную сеть и так далее и так далее то есть программировать я умею единственное что я не люблю возиться с дизайном это да это правда мне скучно ну моя мое дело один из где-то последних когда мы начали Kotlin я уже уже немножко постарался уже сделал немножко красивей вот но на самом деле главное чтоб вы работали и так мы наша цель была сейчас рассмотреть так как у новичков более старые версии джанга они иногда не запускаются по сути дела прописав все эти настройки у вас должен запускаться абсолютно любой проект независимо это 1.6 1.7 единственное что я напомнил что в принципе 1.6 вы посмотрите уроки я сказал что здесь главное ребята здесь главное уяснить с этого курса просто нет смысла переписывать уроки здесь есть две важных вещи потому что по моему был такой хороший программист он просто у него своя и есть помню фамилия попов он аж не помню как зовут фамилию запомнил бо фамилия легкая он аж наверное 17 штук смысл такой что он аж 17 этих контекстов написал то есть контексты и вот это и есть самое главное в этом курсе чтобы способы вывода контента в жанга их много и надо разобраться с этими вещами раз и навсегда нет смысла от версии к версии переписывать эти уроки если переменная контекст она есть в версии 1.6 и в версии 2 принцип понятен сможете работать с любой но я вам сказал это архи важно ребят видите как я легко оперирую от версии к версии человек у джанга главное научиться ориентироваться в файле настроек если вы знаете что были допустим те же контекстные процессоры в 1.6 да там есть некоторые изменения но если вы с ними работали в 1.6 то вы быстро разберетесь как с ними работать 2 просто одних надо знать школа построена так что материал идет от простого к сложному постоянно накапливаясь да и если вы не поленитесь а будете проходить по моему совету да именно работать с разными версиями то в конце концов на выходе у вас сложится четкое понимание как джанга тусует библиотеки четкое понимание файлов настроек то есть какие настройки где прописывать вы четко со временем вы сможете любую библиотеку поделать под свой проект взяв библиотеку допустим ту же которая предназначалась для версии 1.8 вы сможете построить под двойку и так далее и так далее это архиважно потому что в принципе новички на этом теряют много времени поняли то есть проект запускается элементарно элементарно ребята когда знаешь ну конечно потому что оно было смешно если я сидел и копался с проектом но тем не менее я почему написал это видео вот очень хороший парень программирует о двух языках но я понимаю что он начал джанго и человек не ожидает что там должно быть и вот он засел на этой команде что она рут и я сказал ребят ну не первый раз вопрос этот вижу и решил все таки именно для новичков чтобы быстренько войти рассказать об этих настройках хотя много где уже рассказывал но помещу именно на Python тут далее вы идете на SPB и занимаетесь по порядку ребята то есть вы входите ориентироваться по значкам spb-tut.ru вот тут крутящиеся значки нажимаем переходим к урокам что непонятно спрашиваем группе работаем также видим практика Python ОП рассказывал в других видео сейчас только коротко здесь я добавляю то есть мы это конкретно в группе просто читайте и проделывайте 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 сами там мы подтягиваем функции работаем с классами то есть чтобы быстрее начать программировать также момент обратите внимание рекомендую изучать два языка перейдете на сайт kotlin spb-tut.ru и почитаете зачем изучать два языка сейчас было не суть но это архиважно спасибо за доверие успехов с вами был Валерий Бусиновский надеюсь обучение пойдет пойдет веселей